В понедельник молодые нефтекамские поэты встретились со своими собратьями по Перу, членами Союза писателей России и Башкортостана и руководителями известных в регионе печатных изданий. Молодежь представила мастерам свои произведения и была готова выслушать оценки профессиональных литераторов. Субтитры создавал DimaTorzok Как отметил главный редактор республиканского журнала «Бельские просторы» Юрий Горюхин, нефтекамск богат талантами и творческими людьми, а некоторые произведения уже печатались на страницах их журнала. В ходе круглого стола, которым продолжилась встреча, у писателей появилась возможность задать свои вопросы, которые больше всего волнуют творческих людей. Один из наиболее наболевших – донести свои произведения до читателей. Порой, чтобы этого добиться, литераторы издают книги за свой счет. Но, как сказал ответственный секретарь у журнала «Бельские просторы» Салават Вахитов, под лежачий камень вода не течет. То есть нельзя сидеть. Вам отказали, не ответили. Отправите еще куда-нибудь, еще и еще. И считать, что это все равно выйдет. Продолжился марафон литературно-музыкальным вечером с участием местных и известных писателей и творческих коллективов Нефтекамска и Янаульского района в городском центре культуры. К столь масштабному мероприятию было приурочено и открытие нового театрального сезона. Кульминационный мероприятия момента праздника стала передача символа года литературы книги от Янаульского района Нефтекамску. И теперь в этой летописи появится и наша страничка. В городском округе символ пробудет один день, и потом эстафета будет передана Краснокамскому району. Марина Медвинская, Артур Мерзагитов. Информационная программа «Ежедневник». Марина Медвинская, Артур Мерзагитов. Информационная программа «Ежедневник» Продолжение следует...